Всем привет! После выхода ролика про резервное питание, я активно пользовался данной установкой. Но появилась проблема, которую я захотел решить. И я думаю, я не один такой. Так что усаживайтесь поудобнее, сейчас расскажу. В чем заключается проблема? В том, что емкость аккумуляторов вышла довольно большая. И в периоды отключения света я не высаживаю их даже на четверть. При этом, когда появляется напряжение в сети, то зарядка включается и снова заряжает аккумуляторы по максимуму. Такое бездумное расходование циклов зарядов и разрядов вынудило меня сделать устройство, которое поможет забыть про эту проблему. Итак, что нам нужно сделать? Это каким-то образом получить информацию о том, насколько заряжен аккумулятор. И принять решение, включать зарядку или нет. Как это можно сделать? Самое легкое – это измерить напряжение на всей сборке. Вроде простое решение, и его можно сделать на крайний случай. Есть же решение куда изящнее. Это получить информацию с БМС. Помониторив рынок, я заметил, что Жекон сейчас самая популярная компания. И ее платы широко используют. Да и у меня такая установлена. А значит, работать будем именно с ней. Как же вытащить из нее данные? Судя по мануалу, есть несколько способов. Это CAN UART 485. Первоначально я хотел использовать именно CAN, так как до этого с ним не работал, и интересно было попробовать. Но увы и ах, не во всех БМС он есть. Хотя на корпусе и написано о наличии этого интерфейса. Тогда второй вариант – это UART, который идет на дисплей. Он поддерживается большинством плат. Что ж, теперь необходимо найти описание протокола для подключения к устройству. Благо, производитель не держит его в секрете. Изучив его, можно заметить, что тут передается почти вся информация о состоянии БМС. А в другом документе есть даже пример посылки, которую нужно послать. Это облегчает нашу жизнь в разы. Первым делом я подключился к терминалам и отправил эту самую посылку. В ответ получил данные. Отлично, это и будет отправной точкой. Далее возьмем STM32 и напишем на ней программу, которая будет опрашивать БМС. И по полученным данным делать вывод – включать или выключать заряд. Еще я решил добавить крутую фишку. Это работа с двухзонным счетчиком. Логика простая. Гораздо выгоднее зарядить аккумулятор именно ночью, когда цена электричества ниже. Можно еще попробовать использовать такую схему для экономии. Ночью заряжать аккумы, а днем работать чисто от них. Но нужно очень хорошо посчитать, стоит оно того или нет. Так как у аккумов есть определенное количество циклов заряда-разряда, после которых он начинает потихоньку деградировать. Лично я бы не стал так делать, но тут каждый будет решать сам. Но есть еще правда моменты с тем, что отключения могут происходить и ночью. Так что алгоритм пришлось корректировать. И вот что получилось по итогу. Включать заряд до того, как аккумулятор разрядится на 40% вообще не будем. Далее, если заряд ниже 40%, а время близится к ночи, то подождем ночного тарифа. Если заряд упал ниже 30%, то включаем принудительную зарядку. Ждем пока не достигнет 40% и дальше снова заряжаемся ночью. Тут нам понадобятся часы. Благо в STM они есть внутри контроллера. По ним мы будем определять, когда необходимо включать заряд. Помимо STM нам нужен DC-DC преобразователь, чтобы понизить напряжение с 50 до 12 вольт для включения реле. И до 5 вольт для запитки контроллера. Также будем использовать батарейку для хранения времени. Ну и макетка, на которой все это соберем. Собирать платы на макетке тот еще секас. Поэтому рекомендую делать все на печатной плате. А чтоб не изготавливать плату вручную, можно заказать ее изготовление у китайской компании PCBWay. Это крупнейший производитель печатных плат, услугами которых я пользуюсь уже очень давно. И могу смело рекомендовать вам. Заказ можно сделать в пару кликов и через время получить свои платы и наслаждаться работой. Но так как у меня устройство в стадии проектирования, то макетка лучшее решение. И после пайки получается вот такая конструкция, в которую необходимо вдохнуть жизнь, а точнее написать ПО. Для простоты я писал на хале, так как под мою задачу памяти тут очень много, и можно не париться. Через куб инициализируем все пины. Задействуем кварцы, настраиваем часы, юарты два штуки, один для БМС, второй для настройки. Ну и собственно все. В дефайнах вывел все необходимые параметры для измерения. Это проценты включения заряда, время включения. Ну и естественно везде добавил комментарии, чтобы удобно было править под себя. Алгоритм вообще получился крохотным, но по сути этого достаточно для нормальной работы. Единственное, что получилось сложным, это обработчик юарта. Я в хале не силен, и сделал все через костыль. А оказывается существует прерывание по EDLE, но я уже решил не менять. Просто знайте, что такой подход можно было заменить на более простое решение. Что касается настройки времени, то тут все довольно просто. Необходимо по юарту подключиться к контроллеру и отправить текущее время. Пример по ссылке будет в описании к ролику. А также в юарт приходит текущее значение времени и процент заряда для понимания того, что происходит с устройством, есть ли коннект и работают ли часы. Демонстрация работы очень проста. Можем отправлять разное время в плату и посмотреть, каким образом реагирует реле. Для визуального восприятия параллельно реле воткнул светодиод. И как видим, отправляя разное время, получаем разное поведение выхода. Прогнав таким образом основные моменты, я убедился, что все работает штатно. Далее все просто. Необходимо релюшкой разорвать цепь питания, которая идет на зарядку. И таким образом мы будем контролировать заряд автоматически. Проект получился не очень сложным, но думаю многим пригодится. Ну и как всегда, спасибо, что смотрите. И до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok